Горсовет поставил точку в домофонной войне. Система полностью перешла под контроль коммунального предприятия «Харьков-Гурлифт». Вашему вниманию предлагается проект решения об упорядочении предоставления услуг по обслуживанию устройств замково-переговорной связи и их периодичности в городе Харькове. Речь идет о домофонных системах, которые с 1 февраля обслуживает наше коммунальное предприятие «Харьков-Гурлифт». В связи с тем, что данный вопрос с точки зрения периодичности и видов тех услуг, которые оказываются не отрегулированы действующим законодательством, возникла необходимость утверждения этих услуг. Большая часть этих услуг будет оказываться ежемесячно, а остальные по мере необходимости. Не будет возражений в членове сполкома против принятия данного проекта решения? Спасибо, решение принято. В департаменте поясняют, необходимость курировать данный вопрос в городсовете появилась после многочисленных жалоб от харьковчан из-за ненадлежащего обслуживания домофонов частными компаниями. В основном это заявки, которые касаются работы доводчиков, дверей, то есть это не сами домофонные устройства, это двери. Дальше есть заявки, когда домофонные компании отключали потребителей за неуплату и не работает трубка в квартире, связи нет с вызовом со стороны домофона. И сегодня часть заявок, я об этом сказал, мы видим эту определенную тенденцию, где происходит порча домофонного оборудования с точки зрения отключения домофона от электрических сетей и блокирования того места, куда подставляется электронный ключ. Такое новшество вызвало бурю негодования со стороны частных структур. По адресам, где установлены домофоны тех или иных компаний, начали приходить письма с призывом не платить коммунальщикам, намекая, что у тех просто нет необходимых запчастей и оборудования для технического обслуживания домофонов. Мы и в дальнейшем будем производить техническое обслуживание по заключенному с вами договору. Для того, чтобы ваша оплата за техническое обслуживание поступила именно к нам, предлагаем производить проплату по прилагаемым квитанциям Ощетбанка, по договоренности с которыми проценты оплачивает исполнитель. Такие заявления в Гарлифте называют абсурдными, уверяют, для технического обслуживания у них есть все необходимое. В этой системе домофонной нет ничего нового для нашего предприятия, потому что мы работаем с электроникой, мы работаем с последними технологиями, ноу-хау. И для нас домофон это не является таким прибором довольно серьезным, который предприятие как-то изучало или дополнительно надо было обучать. Нет, у нас специалисты высокого уровня. Сегодня вы знаете, поколение лифтового хозяйства уже это компьютер, уже нет механика с молотком, зубьем, это компьютер. Поэтому переходной период и с первого часа, так как мы обслуживаем, да, мы взяли часть людей с фирм, которые обслужили домофоны. Оттуда люди уволились и к нам пришли. Кроме того, поясняет Кандауров, уже несколько предприятий согласились работать в качестве субподрядчиков, так что проблем с технической стороны точно не будет. Фирмы же, которые из-за нововведений решат вывести и строя свое ранее установленное оборудование, будут считаться правонарушителями, так как портят уже коммунальное имущество, а значит совершают акт вандализма. Либо это будет выглядеть, либо это кража, статья 185 Уголовного кодекса Украины, либо мелкое хищение, это 51 статья административного кодекса, ну, либо умышленное уничтожение или повреждение имущества. Это все будет зависеть от того, ну, какие действия произвел данный человек. Что касается тарифа и схемы оплаты, то тут все просто. В ближайшие дни будет произведен перерасчет в меньшую сторону. Присоединен он будет к квитанции жилкомсервиса. Тем же, кто заплатил наперед, переживать не стоит. Эта проблема будет решена. Перед этими компаниями мы поставим вопрос о возврате этих денег. Прорабатывается другой вариант. Если эти компании будут работать с субподрядчиками, согласятся работать с субподрядчиками с Харьков-Горлифтом, тогда Харьков-Горлифт может выполнять соответствующий перерасчет. Пока этих субподрядчиков у Горлифта нет, соответственно, перерасчет мы пока производить не можем. Но информацию о том, кто заплатил и сколько, мы пока еще тоже не видим, потому что оплаты и выдача квитанции будут производиться за февраль месяц в марте. Соответственно, в марте месяце мы уже тогда сможем понимать картину конкретно по каждому потребителю с этими оплатами. На сегодняшний день тариф, который предполагается ввести за пользование домофонной трубкой, будет составлять 5 гривен 50 копеек. Ольга Калиниченко, Андрей Зуц, 057.ua